Всем привет! Сегодня мы поговорим о сложностях, связанных с прокачкой Война. И как вы уже поняли, сегодня в центре нашего внимания окажутся особенности прокачки Паладина, ознакомившись с которыми вы сможете максимально быстро прокачать этот класс. Я вас категорически приветствую, давайте начинать! Как бы странно это ни звучало, однако на скорость прокачки такого класса как Паладин в классической версии World of Warcraft сильно сказывается выбор расы. Так уж сложилось, что на высоком уровне лучшими являются дворфы. Однако на этапе поднятия уровней намного более качественные результаты у людей. Но не переживайте, в конце видео я обязательно обозначу тайминги для всех раз. Большинство игроков, пробовавших себя на приватных проектах по этой версии игры, зачастую начинали поднимать уровни при использовании ветки талантов под названием Воздаяние, или другими словами Retribution. Однако технически она является самой слабой в игре и не подходит для вас даже на этапе поднятия уровней. Безусловно, есть еще версия с пресловутым реконингом, Однако об этой ветке талантов я и так довольно детально говорил ранее. Это самый бесполезный мусор в игре, но при этом достаточно хорошо разрекламированный. В чем же мы будем качаться? Через пару минут узнаете. Но для начала давайте поговорим о старте за нашего паладина. Независимо от того, какую расу вы выбрали, первые пять уровней не будут сильно отличаться. Однако после достижения указанного выше порога, вам обязательно надо будет выучить горное дело и инженерию. Если это не первый ваш персонаж, или же вы просто не обделены навыками заработка финансов в World of Warcraft, можно ограничиться инженерией и взять, например, снятие шкур. Мы же пойдем по стандартному варианту, который будет особенно комфортен для вас в первый месяц после запуска игры. Зачем нам нужна инженерия? Эта профессия будет давать нам дополнительный урон по площади, выживаемость, а также возможность контролировать противника, что может быть крайне полезным, так как наш единственный стан имеет время восстановления в целую минуту, и в критический момент он может не оказаться под рукой. Сразу после взятия этой профессии, мы должны начать методично ее прокачивать, параллельно поднимая уровни нашего персонажа. Первые серьезные отличия игрового процесса от привычного большинству паладинов настигнут нас по достижению десятого уровня. В этот момент нам предстоит распределить наши первые таланты. Если бы вы сделали акцент на ретри специализации, вам бы пришлось выбирать между усилением бафа на силу атаки и снижением затрат маны на атакующие способности. Но и первое, и второе выглядит довольно сомнительно на фоне таланта из холи ветки, дающего нам 2% прибавку к силе, после вкладывания 5 очков, соответственно, 10% прибавку. Именно с этой ветки мы и начнем. Вбрасывать таланты в нее нам предстоит до 20 уровня, ведь именно за этот период времени мы сможем увеличить запас нашей силы на 10%, снизим шанс получить задержку от урона во время произнесения исцеляющих заклинаний на 70%, и приобретем новую способность для нанесения урона по площади, а именно Consecrate, более известную в народе как Лужа. После этого мы продолжим качаться с использованием двуручного оружия до 30 уровня, но при этом таланты начнем отправлять в ветку защиты. На текущем этапе игры нас будет интересовать усиление, ауры брони, меткость и снижение времени восстановления наших ключевых защитных способностей. Первый талант будет уменьшать входящий в нас физический урон. Второй позволит чаще попадать по противнику, что значительно ускорит нашу прокачку, так как у такого класса как паладин 90% урона приходится на автоатаки. Последний же талант позволит нам комфортнее себя чувствовать в столкновениях с игроками из противоположной фракции. Достигнув же 30 уровня, нам впервые предстоит сбросить наши таланты, так как именно с этого момента наш игровой процесс очень сильно видоизменяется. Во-первых, мы полностью отказываемся от двуручного оружия и переходим на одноручное со щитом. Во-вторых, мы заменяем талант на силу талантом на интеллект. В-третьих, мы убираем талант на меткость и талант на ауры брони, и берем все необходимые для увеличения шанса нашей блокировки и запаса брони. Напрашивается логический вопрос, зачем мы это делаем? У этого есть несколько причин. В первую очередь, вам нужно понимать, хотя вы, скорее всего, и так уже догадались, что паладины в специализации защита качаются намного комфортнее, чем другие классы. По скорости же они уступают исключительно магам-охотникам и чернокнижникам. Связано это не с большим уроном и не с возможностью контролировать большие группы существ, как, например, в ситуации с магами, а исключительно с высоким уровнем выживаемости, который позволяет паладину выдерживать огромное количество входящего урона и таким образом убивать довольно крупные группы существ. Однако, стоит оговориться, что сменой талантов ситуация не ограничивается. К тридцатому уровню вам нужно правильно расставить приоритеты в вашей экипировке. На первом месте у вас окажутся предметы, дающие вам характеристику под названием защита, или другими словами, дефенс, так как каждая его единица снижает шанс, что цель по вам попадет или нанесет критический урон на 0,04%, а также увеличивает ваше парирование, блокирование и уклонение на аналогичное количество единиц. Попробую объяснить еще проще. Каждые 5 единиц защиты условно увеличивают уровень вашего персонажа на 1 по отношению к противнику, соответственно, сильно снижая получаемый нами урон. Однако предметы с такой характеристикой встречаются крайне редко, и пока вы будете находиться в поиске, наиболее ключевой связкой для вас станет броня и интеллект. Первая уменьшает получаемый нами физический урон, что, как вы понимаете, крайне важно, учитывая, что нам необходимо держать на себе большое количество целей. Вторая же позволяет нам применить большее количество способностей, так как все они будут требовать очень много маны. Последней по приоритету у нас станет ловкость, так как, одевая предметы с ней, мы будем увеличивать свою броню и шанс уклонения. Самой главной ошибкой во время прокачки является мнение о том, что сила приоритетнее. Для такого класса, как паладин, это не так. Все наши способности наносят магический урон, и исключительно автоатаки наносят его в физическом варианте. Играя с двуручным оружием, безусловно, лучшим вариантом будет сила. Качая же персонажа в ветке защита, мы ставим акцент на магический урон, и, соответственно, сила нам практически ничего не дает. Более подробно вы можете узнать об этом из ролика с детальным разбором характеристик. Ссылка будет в конце видео. Если еще не видели, обязательно обратите внимание, ведь многое в World of Warcraft Classic работает не так, как на актуальной версии игры. Почему мы меняем ветку именно на этом этапе? Потому что у нас появляется большинство ключевых и интересующих нас талантов. Полноценно гриндить на этом этапе у нас не получится. Да, при определенном уровне экипировки такая возможность есть, однако больше четырех противников взять на себя у нас не получится. Соответственно, мы и дальше продолжим поднимать уровни с помощью заданий. Однако, если ранее мы убивали по одной, иногда двум целям за раз, теперь мы будем убивать значительно больше существ, а главное значительно быстрее. Из чего будет состоять наша ротация? Как бы странно это не звучало, можно сказать, что на этом этапе игры она будет полностью представлена одной кнопкой, изредка двумя. Весь наносимый нами урон будет идти от соответствующей ауры, которую нажимать постоянно нам не придется, и от консекрейшна. Кроме этого, разумеется, мы будем бить автоатаками, но они не в счет. В случае просадки по здоровью мы будем использовать Холли Лайт, но ни в коем случае не будем прибегать к быстрому исцелению, так как оно тратит очень много маны и слишком слабо исцеляет на этом этапе игры. Безусловно, можно добавлять в ротацию еще и связку Силу Флайт, дающий нам исцеление от автоатак и Джадж, но они тратят очень много маны, а ощутимые прибавки к урону или исцелению мы не получаем. Соответственно, и пользоваться ими большого смысла не имеет. Некоторые изменения ожидают нас и после получения 34 уровня, ведь именно с этого момента мы приобретем Дивайн Шилд, более известный под именем Баббл. С его приходом мы сможем использовать знаменитую паладинскую ротацию 4 через 3. Другими словами, до этого момента оптимальным для нас будет убийство 3 существ за раз. Разумеется, это не касается ситуации, когда вы сталкиваетесь с кастерами. При наличии Баббла мы можем позволить себе спокойно убить 4 противников. Если же у нас довольно хорошая экипировка, можно прикончить и пятерых. После этого в ожидании его отката мы снова будем убивать по 3 существа за раз. Таким образом, выполняя задание с помощью этой нехитрой ротации, мы будем продолжать качаться до 41 уровня. Кстати, что-то я совсем забыл про инженерию. Эту профессию нам необходимо прокачать строго до 225 единиц. Почему так? Потому что после этого мы сможем выполнить цепочку заданий на гоблинскую ветку инженерии. Кстати, для этого потребуется 35 уровень. Вместе с этим мы приобретем возможность производить гоблин с оперчарж, который наносит значительный урон по площади, выступая в роли еще одной способности для паладинов. Дальше качать профессию необходимости нет. По крайней мере, до достижения нами максимального доступного уровня персонажа. Итак, вернемся к 41 уровню. Именно в этот момент паладин в специализации защита раскрывается полностью и становится тем, кем и должен. Классом, который заслуженно занимает 4 место в топах по скорости прокачки. За счет чего мы достигаем такого оглушительного результата. Все довольно просто. Достигнув немного ранее 38 уровня, мы получили возможность изучить силу виздом. Печать, позволяющую восстанавливать нам ману во время атаки противника. Как я уже говорил раньше, именно отсутствие достаточного количества маны является основной проблемой в быстрой прокачке паладина. И за счет приобретения этой печати мы полностью сможем ее компенсировать. Кроме этого, достигнув 41 уровня, мы наконец получаем возможность взять в талантах баф под названием Blessing of Century, который будет наносить урон противнику в момент атаки. С помощью него мы фактически удваиваем наш пассивный урон. С этого момента у нас появляется возможность убивать одновременно до 7 существ. Однако, они не должны быть выше нас по уровню. На самом деле, мы можем убивать и больше, но их количество будет зависеть исключительно от запаса нашей брони и числа предметов с показателем Defense. Ведь опять же, как я говорил раньше, чем у нас их больше, тем лучше мы себя чувствуем. Кроме этого, теперь мы можем не ограничиваться выполнением заданий, но и периодически гриндить существ. Выгодно ли это для паладина? До 53 уровня нет. Однако, если на заданиях высокая конкуренция, и местные зеленокожие кобальты постоянно вкручивают вам свои свечи, хотя у вас они тоже есть, это может быть хорошей альтернативой. Более того, с этого момента наша ротация несколько видоизменяется. Ведь если раньше нам было необходимо использовать по большей части исключительно Consecration, то теперь нам нужно обязательно держать на нашей основной цели эффект от Seal of Wisdom, а соответственно периодически применять Judge. Следующее серьезное изменение ротации у нас произойдет после достижения 51 уровня. Ведь именно в этот момент мы закончим раскачивать ветку защиты, и приобретем последний доступный в ней талант, а именно Holy Shield, который также будет наносить урон противнику в момент атаки нас, а также будет увеличивать шанс блокирования на 30%. Здесь я должен сделать важное отступление. Дело в том, что эта способность требует довольно много маны, и при этом имеет довольно слабое КПД на этом уровне. Поэтому постоянно использовать ее нельзя. Самое главное, что вы должны понять, это то, что она является вашим последним шансом. Если вы понимаете, что переборщили с количеством целей, или вдруг неожиданно что-то пошло не так, вы начинаете ее применять. В остальных же ситуациях она должна оставаться просто на панели. Последнее, на чем нам надо остановиться при разборе такого класса, как паладин, это 53 уровень. Именно в этот момент оптимальным решением для нас будет покинуть задание и полностью перейти на методичное убийство нежидей в западных чумных землях. К этому моменту у нас будут взяты все интересующие нас таланты, и в том числе изучена ключевая способность для прокачки в этом месте, а именно Гнев Небес. Эта способность наносит урон исключительно нежити, но при этом наносит его очень много и сразу по всем целям. Соответственно, применяя ее, мы будем наносить во много раз больше урона и быстрее заканчивать зачистку существ. На момент достижения 53 уровня вы должны свободно убивать до 7 целей. Однако, если по каким-то причинам вы имеете большое количество защиты или брони, то вполне вероятно, что вы сможете потянуть и до 10, а то и 15 целей. Тут уже все зависит от вас, и конкретного совета я дать вам не смогу. Тем не менее, самым оптимальным местом для нашей прокачки станет Лагерь Нежития неподалеку от нашего города. Во-первых, здесь сравнительно безопасно, ведь Орда посещает это место чертовски редко. Во-вторых, мы не столкнемся с конкуренцией со стороны огромного количества магов, которые, в отличие от нас, отправляются покорять Далсон Стирц. Качаться в этом месте можно до 60 уровня. Однако, если по каким-то причинам вам это надоест, уровню эдак 56-му вы всегда можете сменить место своего пребывания на Андеркрофт. Небольшой склеп, населенный троллями и расположенный почти на самой границе западных и восточных чумных земель. Существ тут ощутимо меньше, и они ощутимо сильнее, чем нежесть в предыдущей зоне. Однако, опыта за них давать будут больше, что связано в первую очередь с их уровнем. В любом случае, как поступить, решать вам. Если вы будете одинаково хорошо чувствовать себя в этих двух местах, смысла ограничивать вас нет. В конце нам необходимо обсудить несколько важных моментов, связанных с самим игровым процессом за паладина, так как я почти на 90% уверен, что среди моих зрителей найдутся люди, которые зададутся ими. Но давайте обо всем по порядку. Первый и самый главный момент, на который я бы хотел обратить внимание, это то, что многие игроки совершают серьезную ошибку во время прокачки паладина, открывая спину существам, и после этого удивляются, почему их так быстро убивают, и у них не получается играть по этому гайду. Все очень просто. Я бы хотел напомнить, что парировать или блокировать атаки, которые наносятся вам в спину, невозможно. Соответственно, вы всегда должны находиться лицом к группе существ, которую атакуете. Кстати, если я не ошибаюсь, уклониться тоже нельзя, но на всякий случай я бы рекомендовал вам глянуть комментарии после просмотра ролика. Я думаю, знающие люди подтвердят это или опровергнут. Знающим людям заранее спасибо. Второй пунктик у нас будет посвящен целиком и полностью Унгора Кратеру. В нем существует задание на сбор кристаллов, после которых вас попросят открыть пилоны. После этого восточный пилон начнет выдавать вам повторяющиеся задания, по которому будет необходимо принести 10 синих и 10 желтых кристаллов. За их сдачу вы будете получать так называемые кристалл спая в количестве 6 штук. Они дают вам 10-ти минутный баф, наносящий 12 единиц урона всем атакующим вас целям. Эти предметы могут очень сильно вас усилить на последнем этапе, который, напомню, начинается с 53 уровня. Поэтому обязательно собирайте указанные мной выше кристаллы на этом этапе прокачки. Кроме этого, они не являются персональными, и вы можете смело приобретать их у игроков или на аукционе. Разумеется, по адекватным ценам. Золота у вас будет достаточно, да и в ходе гринда вы набьете не одну и даже не две сотни золотых. Третий важный момент связан с экипировкой. Когда я говорил про прокачку магов в предыдущем ролике, по этой тематике меня часто спрашивали, где же брать предметы для успешного поднятия уровней. С паладинами, как вы уже поняли, все довольно просто. Нашими спасителями по большей части будут задания, и, разумеется, немножко аукцион. Однако с 53 уровня мы переходим на гринд, и вам, наверное, интересно, где мы будем одеваться на этом этапе. Все просто, нигде. Почему? Потому что предметы, которые мы соберем к этому моменту, вполне себе прекрасно подойдут до 60 уровня, и дополнительных действий от нас не потребуют. Четвертое. Таланты. Вот тут все по-настоящему сложно. Понимаете, технически мы можем использовать как оружие на силу исцеления или силу заклинаний, так и оружие с приоритетом на урон. Многолетняя практика показала, что основной урон наносит консекрейшн и наши пассивные способности. Соответственно, оружие в наших руках влияет исключительно на способ нашего развития. Дело в том, что в ветке защиты есть талант под названием реконинг, который дает нам одну дополнительную экстра-атаку после получения критического урона. На практике критовать по нам будут не очень часто, а соответственно мы имеем целых три итоговых ветки талантов. В первом варианте мы полностью от него отказываемся и берем вместо него сокращение восстановления нашего стана, и вбрасываем четыре талантов парирования из ветки воздаяния. Во втором варианте мы частично от него отказываемся и все так же берем таланты на парирование. В третьем же варианте мы берем его полностью и теряем 2% парирования. На самом деле сказать однозначно, что какой-то из вариантов лучше предыдущего нельзя. Почему? Потому что у нас всегда разная экипировка и люди тоже разные. Каждому будет хорошо в своем определенном билде. Лучше всего себя показала первая ветка, однако я не возьмусь решать за вас и оставлю этот выбор исключительно за вами. Пятый, предпоследний момент связан с классовыми заданиями. Как я уже говорил в ролике по прокачке за 100 часов, выполнять их не нужно. Однако всегда остается вопрос, нужно ли делать задания на воскрешение. Технически нет, потому что мы большую часть времени проведем в гордом одиночестве. С другой стороны мы будем вынуждены посетить по одному разу тюрьму и зулфараг. А соответственно возможно нам придется воскрешать других игроков. Как вы понимаете ситуация довольно сложная и неприятная. Соответственно я бы рекомендовал вам всегда искать группу с жрецом или еще одним паладином. А воскрешение сделайте на 60 уровне, пусть они за вас отдуваются. И последнее, затраты времени на прокачку в целом. За паладина в ветке талантов реконинг у меня ушло 5 дней, 9 часов и 43 минуты. Что является довольно хорошим результатом, но нужно не забывать, что я играю в эту версию игры не первый год. Да и персонажей качаю тоже не впервой. Зато за паладина в специализации защиты я потратил 3 дня, 12 часов и 7 минут чистого игрового времени. Разница как вы видите движется в направлении двух раз, а это серьезно. На этом разбор прокачки паладина подошел к концу. Если видео вам понравилось, обязательно поставьте ему лайк и напишите в комментариях название класса, про который мне следует сделать обзор следующим. Кроме этого, мы недавно достигли отметки в 10 тысяч подписчиков. И это действительно приятно меня удивило. Я надеюсь, что вы поддержите меня и в стремлении достигнуть отметки в 20 тысяч человек. Наверное, вам интересно, как это сделать. Просто нажмите кнопку подписки. За это вам моя личная благодарность. До очень скорой встречи. Субтитры подогнал «Симон»!